поздно не убегаем же после обеда время 16 часов местного эти же движняк такой хороший начинается тут польши как в принципе во всей европе урана встает тому бог подает начинают работать рано и соответственно заканчивают рано там поздно сама поздно с правой стороны остается вот как вспомню говорю раньше ой когда через нее ходили мама рвот особенно попадешь там какой-нибудь пятницу вот именно в такое вот время как сейчас катастрофа по два-три часа только на одну поздно не уходила а сейчас чего вот огонь лети куда мы летим кстати летим мы в мостке там мойка по е100 ну и как бы на сайте у них указано что они химчистку делать нам полностью всю полную химчистку не надо нам пластик и вот это вот даже наверное этот потолок вот это все обшивку не надо вот именно вот это вот место вот за спальник именно вот это место вот над холодильником там постоянно садишься ну она уже такое слегка подгулявшая скажем так не очень эротично выглядит поэтому полная химчистка не нужна вот чисто пластик и вот это посмотрим может еще и обшивку так освежить для себя спросим если же нет значит чисто мою машину и поехали дальше нам не критично это так для себя шеф сказал сделайте но походу в хороший дождик за есть поэтому валим сейчас идем по автобану до тройки с третий дорогой пересечемся тоже широкой с 3 называется по ней уже съедем на старую двойку на 92 и там в мостке заскочим и уже по ней потом уже выйдем короче по ней уже потом поедем дальше в сторону границы там там недалеко там 40 километров остается 46 или 50 ну что-то в рай а в районе полтосов 50 50 там какой-то километр мазки короче вот план у нас сейчас такой времени осталось еще два пятьдесят четыре в общей сложности сто шестьдесят километров плюс-минус нормально во вся четыре то уже с десятым часом конечно сегодня можно зацепить и десяточку без проблем уже дойти до шведской стать пойти растаможиться до завтра до утра отдохнуть выспаться и утречком по холодку можно уже будет и в дойчланд вкуливаться съезжаем с автомагистрали на с3 вот дождик прошел и сразу так похолодало ну вернее как похолодало на ворот хорошо стало 21 а в поздно не таких уже 30 не зеленого гура но это не туда зеленого гура она вот туда еще свою сторону поедем сейчас заплатим за дороге на предыдущей платежке там тикет берешь вот такой сейчас мы его обратно отзадим и нам скажут сколько мы должны будем денюшек отслюнявить что-то поляк стоит на аварийках и тут что-то замер там уже деньгами платит деньгами сама долго пока сдачу дадут по готова пока сего карточка это чё-то шмарк и все а тут что-то что-то пошло не так соседнем канале но эти карточка оплачивал быстро новая 95 злотовок 95 здесь 15 километров до мойки отсюда так зеленого гура что там проедем то того мы на стучали от конина 2 по 77 154 кажется и 95 154 плюс 5 159 и 90 249 злотов расскажу 249 где наш калькулятор 4 и 4 я видел курс был делим на 4 и 4 56 56 и 6 ну грубо 57 злот 2 евро вот от конина сюда получилось 57 евро то если на российские посчитать на 8 умножаем тоже 5 у 8 40 7 у 8 6 6 4 с половиной тысячи как-то так сейчас здесь тоже платная пойдет но уже опять будет поэтому двигатель двигатель авиатул но это еще не самые дорогие дороги в Европе самые дорогие насколько я знаю это в Швейцарии там ценник такой же как и в Австрии только в Австрии платишь за автобаны может даже и больше ценник в Австрии платишь по автобанам ездишь а в Швейцарии платишь вообще по всем когда заезжаешь такой тип ну в Австрии такой берешь там номер спидометра свой записываешь какую-то есть когда на въезде не думать обмануть потому что мне пару раз на выезде так под окошко подъезжаешь ты ему там в Австрии подаешь там с документами на въезд в Швейцарию а у тебя такой приборчик камеру такую и типа к спидометру поднеси показываешь он смотрит обманул ты его или нет если обманул швейцарцы столько на весу вот и назад выезжаешь когда с границы ты тоже самое вписываешь какое у тебя есть и все им отдаешь там кто как-то карточкой кто наличкой и все и платишь за каждый километр неважно националками ты ездил автобанами ты ездил видите какой разницы в этом нет ценник 1 национальная Швейцария работа а во Австрии только за автобаном ну через эти через рамки остряки же первые ввели вот эту рамочную систему эти приборы и пик-пик вот это вот а креатола то же самое больше тоже шиба и потом чехи за ними потом поляки он белорусы белорусам жарстряхи все эти вот рамки устанавливали видно дорого обошлась установка поэтому они поставили белорус 15 евро центров километр ладно так здесь километров лометром и все приедем там и разобачим стоят ли тут инспекция транспорта дорогого на своем злачном месте мы оказывается не в мосты ездить вот мы только что весы проехали сейчас правой стороны площадочка тут тоже постоянно они здесь и мы не в мостке ездим а еще я думал что в мостке на мойку не доезжая в мостку нету пол шестого в общем-то еще не поздно но и свободно в мостке в принципе нет в москве в принципе нет открывательные девушки рекламируются москве вон там за тем поворотом вниз спускаешься и все а мне вот куда-то вот сюда желтая такая мойка должна быть нет что это не то координатам сюда таки шмостки я не знаю почему ой не понял я сейчас так посмотрим как бы координатам возвращают обратно что они там вывеску сменили что я не въеду по картинке не так выглядит может перекрасили мойку не знаю сейчас здесь заеду если что тут нету но развернусь поеду обратно тут этих километров в центре отсек должно быть написано прямо на мойке там ничего не написано и здесь не написано странно выполнить разворот затем повернить направо ведет обратно ну ладно поехали может они мойку поменяют нет вот есть а есть то это заправка здесь может они вывеску сменили я так на вывеску смотрел на картинку просто тут не возвращаемся значит сейчас пойдем узнавать все сходил оплатил заправку да все таки мне надо было там картинка просто не совпадала немножко дороговато конечно 140 златовок зато по карте 100 не надо наличкой платить не моют не делают здесь химчистку ну значит так надо я вообще не понимаю что это делать приход на часть процент процент все нормально ну хочет руководство значит сделаем когда будет возможность пока нет такой возможности и пойдем отдадим поляку бумажку ну вот из нас конфетку тут уже делают нужно вывесками сфигурую 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 это ему оказывается не надо я думал ты ему нужно ему это не нужно пойдем погуляем пока моют дороговатая мойка конечно 140 дорого мне сказали сюда приехать я приехал как говорится могу копать могу не копать принимаем спа процедуры мы любим спа начала так моют а потом еще вот щетками в конце проходят гуном убежал странно а вот и щетки и конечно не очень нравится когда моют щетками я тут гремит так кошмар все возвращается все дальше уже мыть не будешь надо сейчас ему еще двери открыть чтобы он не арки здесь вот между дверью и кабиной керхером прошелся и все да он сверху видите тоже крутится крышу сверху моют панкут фразия а вот тут вот и потом стой страны добра красавчик сейчас на эту сторону перейдет с этой стороны мне помоет и а а а а а а и а и а и и и и и Ааа, бенька. Добро пожаловать! тапки убрать за 140 злотых не мудрено что и помоют так но должны вернее вымывать можно было вообще ящик пойти открыть аккумулятор но он там не очень грязный мы недавно аккумулятор меняли ну что огонь да огонь если бы не полетник все больше и больше краска слазит все очень чинарем тент уже сам по себе немножко сверху такой а так все красиво все шикарно здесь тоже все вымыли баки вымыты огонь по как уехал с мойки так и дождь зарядил может не надо было мыться не ну так все равно не отмоет зато похолодало хорошо 15 градусов будет спаться намного лучше чем когда жарко 30 верст и мы на месте вот и до шведска добрались германия прямо мы сейчас съезжаем ездим в таможенный терминал растамаживаться растамаживать наш металл процесс растаможки как там выглядит там приезжаешь на площадку на эту ну может не на площадку неважно у меня в заявке указана конкретная экспедиция в которую нужно пойти берешь документы и чешешь туда со мной рядом и тасканье растамаживаться ему растамаживаться не надо вот вот приходишь в экспедицию отдаешь документы если там все на тебя есть там заявка на растаможку комплект документов есть на себя обычно они говорят 30 минут погуляй и приходи через 250 метров держитесь 30 минут там приходишь час когда 30 минут ну когда как как у них работает там много-немного приходишь они тебе отдают все документы какие нужны для таможни дают декларацию которую они уже оформили и все и ты с этим пакетом документов уже чешешь в таможню немецкую приходишь туда там тоже есть колейка нет колейки есть колейка в очереди стоишь на оформление нет отдаешь ну сейчас я думаю не должно быть если есть то и маленькая обычно все колейки вот воскресенье да основной наплыв идет на понедельник понедельник тоже много людей ну вот все отдаешь немцу пять минут вот взял в компьютер в носе тух-тух-тух колотухи поставил если на рамку не надо ну не знаю за все время что я вот езжу один-единственный раз меня на рамку загнали и то было загружено металл пруток две пачки по 10 тонн со старого оскола ничего не меня на эту рамку послали я им клапан сзади приподнял немец для номера гуд вся растаможка весь досмотр и крылья ну и все как вот мне вместо колотухи отколотил он тебе отдает и возвращаешься в экспедицию и все платишь там ну где как там 10 евро 15 евро по 12 ну где как за растаможку и все и ты свободен мы сегодня уже однозначно никуда не поем даже если растаможимся уже 9,5 часов отработали но сейчас поедем не сразу в этот накопитель поедем заправимся здесь заправка естон вот за отстойником не отстойником за цирком цирк называется потому что он на цирк похож терминал этот вот он сам терминал справа а там никого не будет смотрится машин нет он пустой а он там вот как купол цирка он на цирк похож вот вот а сейчас вот бипишка и там там еще есть е100 заправка вот сейчас заедем заедем заправимся сразу чтобы завтра уже только выехали и поехали все дела сегодня уже закроем хотя здесь вот машин много стоит я не знаю мне оплачивают стоянку отсюда до цирка далеко если я поеду туда как далеко недалеко но зачем мне поеду на территорию заедут и все так дай бог памяти только как в это е100 попасть а вон она с правой стороны поеду туда там поближе к душевым стану завтра с утреца уже можно будет искупаться сходить вот она вот они колонки е100 вот нам сюда сейчас мы тут заливаемся так посчитали примерно литров 600 нам надо залить так что тут как тут у них тут отблю или не только отблю а вот сюда поедем здесь посвободнее шланги длинные хорошо на две стороны хватает не то что на некоторых заправках типа татнефть некоторые там любят в комментариях возмущаться вот неужели тебе сложно пройти там переехать нет мне не сложно но почему не сделать длинные шланги вот как сейчас здесь чтобы не надо было мучиться вы делаете заправку для грузовиков так у нас же шумники находятся начинают там писать чё тебе трудно переехать таки ты там шпак ой ладно дождик правда ну тут под навесом пошли заправляться все здесь можно рацию выключать не замолкает ошибок нет и это хорошо отключено внешнее питание я тебя поздравляю пошли заливаться ну вот смотрите ну что неудобно видите еще сколько висит шланга не надо даже прицеп задирать все удобненько все классненько заправляй в один вак во второй в третий в пятый в десятый какой хочешь мы же не велосипеды заправляем а грузовики сейчас грузовики столько тонн в каждой то есть ну баки большие тут по полторы тонны люди можно заливать за раз вот ну мы берем 600 литров сейчас тот залью а потом сюда долью остальное залью и залью и залью залью Продолжение следует...